Музыка 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 Елена Скурихина. Концерт ведет музыковед Ирина Венкевич. Церковное пение – это не музыка, а словесная мелодия. Эти слова князя Владимира Хрукевича Адунского очень любил повторять Александр Андреевич Архангельский, крупнейший представитель Петербуржской церковно-певческой школы, композитор и ребят. Он действительно очень бережно сохранял древние напевы, гармонизуя их очень строго и ясно. А его духовные сочинения, включая всеночное обдение, литургию Иоанна Стауста, до сих пор звучат в богослужениях Русской Православной Церкви. Музыка и слово образуют в его сочинениях нерасторжимое единство. Это музыка, льющаяся словно на одном дыхании. Сейчас прозвучит песнопение, которое можно назвать проникновенной исповедью, посвященной Заступнице России. Песня. 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 о ценность слова, звучащего в церкви. Вся сила, вся важность в словах молитвы, возносимой престолом Всевышнего. Алексей Львов. Вечери твои я. Вечери твои я. Драгом твоим, твоей любовью, Ни отца, ни отеля, Ни отца, ни отеля, Более меня, Господи, Ни отца, ни отеля, Более меня, СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Собрание духовных песнопений продолжит музыка Петра Ильича Чайковского. Именно он положил начало той золотой паре в истории русской духовной музыки, которая привела к ее возрождению и процветанию на рубеже 19-20 веков. Сам Чайковский вступил на этот путь, как нам кажется, случайно. Исполняя просьбу своего друга, издателя Юргенсона, он принял участие в редактировании и публикации полного собрания сочинений Дмитрия Степановича Бортнянского. Вдохновленный шедеврами композитора, Чайковский решает обратиться к этой сфере и оставляя в неприкосновенности эти древние напевы. Он пишет литургию святого Иоанна Стауста в ее полном объеме, всеночное бдение и отдельное песнопение, которые стали музыкальными ориентирами и для его современников, и композиторов последующих поколений. К этой музыкальной сфере Чайковский обращается во всеоружие своего таланта, композиторской техники, вдохновенной истинности и горячего желания сказать свое слово. Сейчас прозвучит одно из его духовных сочинений, во слове которой текст 138-го псалма, он обязательен для исполнения на вечерней службе. Чайковский, да исправится молитва моя! 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Солисты Субтитры подогнали Симон 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 музыки в России. Звучит музыка. 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 Аллилуйя. АПЛОДИСМЕНТЫ